Раннее утро юг Алтайского края. Кордон заказника Чинитинский. Это особо охраняемая природная территория, раскинувшаяся почти на 70 тысяч гектаров. Тайга, горные реки, перевалы, ущелья, равнины. Настоящий медвежий рай. Недаром тропу назвали медвежьем. Чуть раньше по ней прошли подготовленные специалисты. Но туристов она встречает впервые. Причем детей, участников летнего географического лагеря. 17 километров по сути не так уж много, но здесь такие большие перепады высот. Так что посмотрим, как дети справятся. Специалисты Алтай природы объясняют, экологическая познавательная тропа – это не просто дорога из точки А в точку Б. Ее планируется смыслом. Назначение медвежьей – показать алтайские предгория во всем разнообразии ландшафтов, животного и растительного мира. А егерь Валерий Лорионов, один из авторов тропы, говорит, специально проложил ее еще и так, чтобы можно было проникнуться подлинным уважением к природе. Чтобы человек мог насладиться природой и познать себя. Некоторые два шага делают и говорят, что они крутые. Но когда проходит 17-ки мы по горам, вот тогда испытай себя. А испытания, скажу от себя, были буквально на каждом шагу. А где-то познавательная тропа проходит через заросли крапивы высотой в человеческий рост. Подъемы и спуски, жара, местами комары. Юные географы в полной мере ощущают на себе все, что чувствовали все настоящие путешественники в те времена, когда землю изучали вот так, шаг за шагом. И одновременно вели путевые дневники. Ребята пытаются понять, на какой форме рельефа они сейчас находятся. То есть определили крутизну склона, определили координаты местонахождения и высоту. Разумеется, все интересовались, если медвежья, то где тогда медведи. Егеря отшучивались, мол, вы всех распугали, но на всякий случай были наготове. Зато, выйдя на огромное плато, встретили табун вольно пасущихся лошадей, как это было в те древние времена, до того, как их приручил человек. Вишенкой на торте стал спуск в пещеру Небинскую. Здесь сохранились отпечатки древней морской фауны, которая способна поведать самую раннюю историю Алтая. Возраст примерно ордовик селур, то есть 380-450 миллионов лет. Причем видно, что залегание идет пластами. Это означает, что здесь было условие современного Красного моря, то есть теплое, соленое, мелкое море. В итоге дети признались, несмотря на то, что тропа непростая, а может и благодаря этому она способна научить чему-то очень важному. Что-то чувствует животное между человеком и самим собой. Я думаю, животное чувствует, что человек не сделал ничего плохого. Именно мы, например. Мы не сделали ничего плохого для природы, потому что мы приехали с целью, чтобы изучить природу и что мы не вредили природе. Создание познавательных троп по территориям с нетронутой природой – это пока в Алтайском крае в новинку. Ченитинская тропа – один из пилотных проектов. Со временем его обещают дорабатывать, совершенствовать. Работники заказника говорят, теперь ясно, что для увлеченных наукой детей маршрут полезен и интересен. На очереди обычные туристы. Илья Кочетков, День с толком.